Итак, сегодняшний мир движется в направлении, которое ему задают транснациональные корпорации и те, кто в тени ими управляют. В 1995 году на свет появилась книга под названием «Конец о работе. Сокращение рабочей силы в глобальном масштабе и начало послерыночной эры». В книге пишется, что живые работники скоро будут не нужны, и в самое ближайшее время их заменят роботы и машины. Автор даже называет примерный срок, когда это произойдет. Он прогнозирует, что уже через 30 лет с момента написания книги, то есть приблизительно к 2025 году, человечество почувствует последствия вытеснения людей компьютерами и роботами. Из 100 рабочих можно будет оставить только двух, и этого хватит, чтобы полностью обеспечить рабочей силой заводы и фабрики во всех странах, которые, конечно же, останутся. Ведь производство товаров станет полностью автоматизированным и почти безлюдным. Все будут делать сборочные автоматы. Живым работникам останется только выполнять роль диспетчеров на производстве. Автор книги никакой не фантаст-писатель. Это известный американский экономист и ученый Джереми Ривкин, к мнению которого прислушиваются многие политики с мировым именем и главы крупного бизнеса. Но мы-то с вами знаем, что эти так называемые специалисты лишь являются чревовещателями глобальных корпораций. Останутся ли люди без работы в ближайшие годы? Именно об этом сегодняшнее видео. Вот, например, Джереми Ривкин на встрече с Ангелой Меркель в Берлине в 2011 году. Джереми Ривкин, кроме книги «Конец работе», написал более 10 фундаментальных работ, посвященных воздействию на мировую экономику научно-технического прогресса. Главная мысль Ривкина такова – производительность труда в мире неуклонно растет за счет автоматизации производства, а это ведет к сокращению занятости и снижению реальной заработной платы. Итак, перед вами график уровня безработицы в США с 90-х по настоящее время. Из графика видно, что уровень безработицы в США идет волнами. Он то понижается, то вдруг снова резко растет. Возникает ощущение, что правительство всеми мерами пытается сдержать рост безработицы, но в какой-то момент все эти меры просто перестают работать, и безработица опять начинает резко расти вверх. Как бы там ни было, но общий тренд идет в сторону роста безработицы не только в Америке, но и в России и других странах мира. Аномально высокий и резкий всплеск уровня безработицы в 2020 году связан со всеми известным модным ныне заболеванием. Но все эти процессы, которые начались в 2020, лишь усилили общую тенденцию по вытеснению человеческого труда роботами и машинами. Джереми Ривкин считает главной причиной постоянного высвобождения рабочей силы третью промышленную революцию. А сейчас уже на пороге провозглашенная Клаузом Швабом и его друзьями четвертая промышленная революция. Итак, первая промышленная началась с конца 18 века до 1860 года. По мнению Ривкина, она была связана с появлением паровых машин. Вторая промышленная революция с 1860 года до эпохи мировых войн. Произошла после начала применения электроэнергии и двигателей внутреннего сгорания. А вот третья промышленная революция началась после Второй мировой войны и продолжалась до 2020 года. Автоматизация и роботизация применений компьютеров ускорили рост производительности труда на производстве и в сфере услуг. Но это было только началом. Ведь промышленная революция добралась и до сельского хозяйства. Ученым удалось создать принципиально новые биотехнологии, что со временем, по мнению Ривкина, позволит получить белок и другие питательные вещества искусственно в неограниченных количествах. Капризы природы больше не будут влиять на производство продуктов питания, по его мнению. У предприятий пищевой промышленности всегда будет в достатке искусственно произведенного сырья, причем более дешевого по сравнению с продукцией фермерских хозяйств и агрохолдингов. А на что же тогда будут жить фермеры? И насколько синтетически созданная пища полезна для людей? Учитывая опыт употребления ГМО-продуктов, мы понимаем, что это просто катастрофа. Традиционное сельское хозяйство, по мнению Ривкина, может оказаться под угрозой, что сейчас и происходит. Джереми Ривкин считает, что в середине 21 века рабочий класс, так называемые «синие воротнички», исчезнет из истории. Создание безлюдных производств приведет к тому, что такое количество рабочих, как сейчас, попросту будет ненужным. Та же судьба, по мнению Ривкина, ждет и белых воротничков, офисных клерков, секретарей, менеджеров, кассиров, продавцов и тому подобных. Действительно, тысячи живых кассиров уже в наше время с успехом заменяются электронными платежными системами. Да что говорить о кассирах и секретарях? Роботы начинают посягать уже на такие сферы занятости, в которых живой человек всегда считался незаменимым. Музыка, кино, дизайн, рисование, создание стихов и так далее. Роботы научились сочинять музыку. Вот уж чего никто из творческой богемы не ожидал. Даже музыканты начали оставаться без работы. Под угрозой оказались голливудские актеры. Компьютерная нейросеть может создавать новых звезд кино и эстрады буквально из воздуха. Сюжет на эту тему с юмором обыгран в фильме «Симона Сальпачино». Современные технологии видеомонтажа позволяют снимать новые фильмы даже с участием кинозвезд прошлого, уже ушедших из жизни. Роботы могут с успехом заменить водителей. Уже изобретен и испытан автопилот не только для легковых, но и для грузовых автомобилей. Автопилот может лишить работы таксистов и дальнобойщиков. Ведь компьютерной электронной программе не нужно есть, спать, отвлекаться на что-то. Автопилот будет пахать без передышки и днем, и ночью, без выходных и отпусков, принося своему хозяину все больше и больше прибыли. Остался неурегулированным только вопрос о том, кто будет нести ответственность, если машина с автопилотом случайно собьет человека или куда-то врежется. Поэтому до законодательного решения этой проблемы применение автопилота остается под запретом. Итак, и компьютеры начали вытеснять живых работников буквально из всех сфер экономики. И это стало приводить не только к потере рабочих мест живыми людьми, но и к снижению реальных доходов населения буквально по всему миру. Это, по выражению Ривкина, социальная цена прогресса. И невольно задаешься вопросом, кому нужен такой прогресс, если он антисоциален. Реальная заработная плата падает даже у тех счастливчиков, которые остаются работать. Это происходит из-за того, что владельцы бизнеса продолжают мыслить категориями прошлого, а то и позапрошлого века. И главный критерий – максимизация прибыли любой ценой. Это значит, что если живой работник оказывается ненужным из-за внедрения новых электронных и компьютерных технологий, то этого работника просто сокращает или урезает ему зарплату, не задумываясь о дальнейшей его судьбе. В статье РБК от 21 октября 2020 года сообщается, что более 40% компаний сообщили о планах сокращения из-за новых технологий. И смотрите, что интересно в этой статье. В результате внедрения цифровых технологий и автоматизации труда к 2025 году 43% работодателей собирается сократить число рабочих мест, расширять 34,5% готовится в докладе The Future of Jobs 2020 – Будущее рабочих мест. Подготовленным Всемирным экономическим форумом. А теперь вы понимаете, что официальные новости полностью коррелируют с тем, в кавычках, прогнозом писателя, который на самом деле просто является рупором технологических корпораций, выдавая свою книгу за аналитику, хотя на самом деле преднамеренное программирование, потому что его аналитика – суть планы мирового правительства. Замена человеческого труда на автоматизированный приведет к исчезновению 85 миллионов рабочих мест, прогнозируют авторы. Но им на смену придет 97 миллионов новых, более адаптированных, как уточняется в докладе Всемирного экономического форума, к новым условиям разделения труда между людьми, машинами и алгоритмами. Несмотря на то, что количество созданных новых рабочих мест, по оценкам, превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся, говорится в поступившем РБК сообщении. А вот что говорит о складывающейся ситуации кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, специалист по новейшей истории Запада Ольга Четверякова в своем интервью газете «Аргументы и факты» от 3 января 2018 года. Разумеется, технологии сами по себе не могут быть хорошими или плохими. Они только инструмент. Вопрос лишь в том, в каких целях они используются. Например, сегодня можно оплачивать через интернет практически все услуги и товары, не стоять в очередях за билетами в театр, на поезд или самолет, за талоном к врачу в поликлинике. Школьные карты дают родителям возможность видеть, когда ребенок пошел в школу и когда ее покинул, контролировать его покупки в школьном буфете. Через мобильное приложение в смартфоне удобно вызывать такси, а скоро появятся якобы и беспилотные автомобили. По словам Ольги Четверяковой, все эти удобства лишь частично отражают суть цифровой жизни. Но есть и другая сторона, о которой обычно молчат. Цифровая экономика, как нам говорят ее гуру, это не какая-то отдельная сфера услуг, а целая система, призванная в корне поменять госуправление, бизнес, здравоохранение, медицину, транспорт, ЖКХ и прочее. Речь идет о трансформации всего общества и прежде всего о тотальном сборе персональных данных, в том числе биометрических. Адепты новой системы провозглашают. Мы уже по сути живем в цифровом обществе, а раз так, то скоро вся информация о каждом человеке будет доступна тем, кому это требуется. Причем вы, реальный человек, станете интересовать мир все меньше и меньше, а вот значение вашего цифрового аватара, наоборот, будет неуклонно повышаться, поскольку он сможет сказать о вас очень много. Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится в облачных сервисах, а не вы. Мы будем абсолютно прозрачны для воротил цифрового мира, при всем желании никому ничего скрыть не удастся. Далеко не все готовы смириться с таким положением дел, но, увы, это ключевой тренд на ближайшие годы, по словам Четвериковой. Друзья, как мы видим, люди, которые хоть чуточку анализировали происходящее на протяжении последних несколько лет, оказались правы. Действительно, мы движемся к цифровой тоталитарной системе, целью которой будет контроль и ограничение абсолютно всех людей в мире. И сейчас самое время задуматься, а хотим ли мы, несмотря на различные предлоги и несмотря на обманчивую полезность, переходить на эту систему? Стали ли мы жить лучше за последние годы благодаря цифровизации? В чем-то, конечно, да, но нас интересует общая картина. И чтобы она сложилась, напишите свое личное мнение в комментариях, хотите ли вы переход к такому будущему или нет. Также ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось, и поделитесь им со своими единомышленниками. И не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!